МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в Пензу прибыл автобус с родственниками погибших, пострадавших в автоаварию, которая произошла во вторник. Весь день происходило опознание погибших. Рядом с родственниками находятся психологи МЧС. Они помогают им пройти нелегкую процедуру. По телефону о том, сколько человек выехали в Пензу, нам рассказала ведущий специалист, эксперт большечакинского сельского поселения Елена Мельникова. За погибшими 10 человек поехал, и за ранеными еще 4 человека поехали. Очень тяжело. Все село скорбит, рыдает. Сегодня ночью, может, вечером привезут стрелы. Напомню, 14 мая в ДТП под Пензой погибли 10 жителей Чувашии. 9 пострадали. Похороны состоятся 16 мая. Из резервного фонда республики будет выделено 150 тысяч рублей на организацию похорон и выплату единовременной материальной помощи. Об этом сегодня говорили на заседании Кабинета министров. В первую очередь, человеческие факты. Где-то устал водитель, где-то не остановились отдохнуть, где-то не заметили, что идет встречная машина. Факт. 10 человек погибли. Хочу попросить вас встать и почтить. Родственникам погибших окажут материальную моральную поддержку. Организован выезд к месту трагедии. Однако после таких событий традиционно возникает вопрос, кто виноват и что делать. На дорогах России, как в военное время, гибнут тысячи людей. Здесь и министерствами, и совместно с федеральными органами власти необходимо кардинальным образом пересмотреть работу, наметить конкретные мероприятия, чтобы в дальнейшем такие вопиющие случаи ушли в прошлое. Где или вернее в чем будут жить граждане Чувашии – тема заседания правительства. Определена очередность, согласно которой будут составляться списки на приобретение жилья эконом-классом. В первую очередь, в список включаются граждане, проживающие в жилых помещениях, которые признаны непригодным для проживания, либо в жилом помещении, в квартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Во вторую очередь, в список включаются граждане, признанные органами местного самоуправления, нуждающимися в жилых помещениях. В третью очередь, в список граждан, согласившиеся приобрести жилье эконом-класса, включаются граждане, имеющие трех и более детей. Но у нас жилье эконом-класса, я имею в виду, это платность, да? Да. Платная жилья. А аварийным мы как-то должны предоставить? Бесплатно? Мы обязаны бесплатно предоставить или не обязаны? Их ставим в очередь на жилье эконом-класса, и цена определена Минрегионом Российской Федерации. Но чтобы жить в том или ином жилье было комфортно, необходимо уже сейчас позаботиться о бесперебойной работе коммунальных служб в следующем отопительном сезоне. На заседание гласили, в какие сроки будут закончены профилактические мероприятия. Необходимо в полном объеме провести запланированные работы на источниках теплоснабжения, заменить ветхие тепловые и водопроводные сети, выполнить ремонт кровель домов, провести замену внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, выполнить другие регламентные работы, а также опрессовку внутридомовых систем отопления в домах с утраизованной системой отопления. Все подготовительные работы на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ также социальную сферу необходимо завершить до 15 сентября 2013 года. Комиссионные проверки готовности организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии должны быть завершены полностью до 1 октября текущего года. В Чувашии корректируется прогноз социально-экономического развития республики. Соответствующий документ в ближайшее время планируют рассмотреть правительство. Настораживают цифры по экономике. Снизился валовый региональный продукт, индекс промышленного производства. Тревожные сигналы подает в целом и российская экономика. Там тоже снижение по ряду важных показателей. В итоге Минэкономразвитие страны переписала прогноз на 2013 год в сторону уменьшения. Сценарий развития мировой и российской экономики доведен до региона и он будет учтен. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава республиканского правительства Иван Маторин. Валовый региональный продукт снизился. Экспорт ниже импорта. Индекс промышленного производства перестал расти. Более того, начал падать еще в конце прошлого года. Экономика подает беспокойные сигналы. А профильное министерство корректирует прогнозы в сторону уменьшения. По индексу промышленного производства вместо запланированных свыше 104%, теперь более скромные 96,9%. Для меня, наверное, принципиальными будут цифры майские. С чем это связано для промышленности? Очень много праздников. И, соответственно, май становится февралем. Я думаю, что будут определенные снижения. И, наверное, 96,9% – это цифра, которую Минэкономразвитие немного даже завысил. Где-то на полтора процента. Но будем надеяться на лучшее с точки зрения, что есть новые направления, есть потенциал предприятий, связанных с оборонной промышленностью, с АПК. Определенный запас у региона все-таки есть. Выручают оборонные заказы, контракты с госкорпорациями. По ним уже работают предприятия. Но портфель заказов должен пополняться регулярно. Определенное ожидание связано с малым и средним бизнесом. Вместе с тем, не без рисков. Экономика региона сильно зависит от внешних факторов, конъюнктурного спроса со стороны тех же крупных госкорпораций, инвестиционных проектов, влияния ВТО. Необходимо работать со суща рукава. Я еще раз скажу, что сегодня в республике максимально развит частный сектор. Соответственно, большинство подавляющих предприятий – это частные предприятия. И здесь, со стороны региона, единственное, наверное, что мы можем создать – это улучшение инвестиционной конъюнктуры, бизнес-конъюнктуры, оказание всяческой поддержки, если есть заинтересованность у предприятий, на внешние рынки, через межправительственные комиссии, которые работают на федеральном уровне, через обращение в правительство Российской Федерации по введению определенных ограничений на продукцию конкурентов внешних рынков. И такие обращения мы традиционно всегда поддержим, если они имеются. Региону придется жить с оглядкой на мир. Традиционные для чувашей рынки, такие как Африка, Ближний Восток, Индия, куда поставляется продукция машиностроения, сейчас тоже испытывают нестабильность. Между тем, в регионе экспорт уступает импорту, а разгонять его собираются искусственно. Поддержка экспортно-ориентированных предприятий, малого, среднего бизнеса в первую очередь. Для крупных компаний работа на межправительственном уровне, это вот, если брать последние встречи, это вот встречи главы республики на приеме с премьер-министром Японии, где мы целый ряд вопросов вынесли на межправительницу комиссию по сотрудничеству. В том числе, помимо проекта ТБО, были предложены проекты по совместному инвестированию, это и в области биотехнологии, в области лесного хозяйства. Соответственно, там, где мы могли бы получить, во-первых, инвестиции, в первую очередь, от наших партнеров, во-вторых, в общем-то, предпринимателей, которые хотели бы работать в республике. Если не будет ухудшения по небольшим шажкам, которые наметили, то в целом удастся преодолеть нынешнюю ситуацию погоду. Хотя оценка будет удовлетворительной. Назвать ее хорошей уже тяжело, заключил премьер-министр. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. 22 миллиона будет выделено из бюджета на субсидирование железнодорожных перевозок. Средства будут направлены на компенсацию части потерь в доходах пригородного железнодорожного перевозчика. Их общая сумма по подсчетам государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам составит более 58 миллионов рублей. 22 будет выделено из федерального бюджета. Сегодня в Чувашии пригородные перевозки занимают 1% от общего числа перевозок. Однако сумма субсидий в 100 раз больше, чем у других видов транспорта, в расчете на одного пассажира. Для оптимизации баланса бюджетных дотаций, учитывая социальную значимость, в прошлом году региональные власти стали постепенно снижать количество вагонов. Сегодня страна стала еще зеленее. Российские регионы поддержали традиционную акцию по посадке деревьев. В пострадавшем от пожаров 2010 года за Волжье на месте горельников сегодня появились молодые сосны. Здесь высадился большой экологический десант. За лопатые ведра взялись около 100 человек. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Лесной массив вблизи поселка Северный. Стихия на своем пути здесь уничтожила все. Пожарные остановили огонь на самое крайне леса. Дотла было сожжено огромное количество деревьев. Восстанавливать посадки в Заволжье начали сразу. Молодые саженцы уже появились на территории в тысячу гектаров. Но это только четвертая часть. После уборки горельника мы производим подготовку почвы, которую в этом году мы тоже на следующий год уже готовим подготовку почвы. Где-то 970 гектаров мы должны на следующий год уже подготовить почву по республике. После подготовки мы уже осенью подкатываем почву, весной уже сажаем. Если в начале 70-х здесь сажали только сосны, то сейчас стараются создать и смешанные посадки. Лес зализывает свои раны и сам. Вот эта береза высотой с ладонь пробилась из почвы без участия человека. Теперь ее будут окружать и молодые деревья. Сосновые саженцы вырастили в питомнике недавно. Борозды для них подготовили уже осенью. Фронт работы огромный. Участникам акции было необходимо восстановить 10 гектаров леса. С поставленной задачей трудовой десант справился. Многим активистам уже не впервой сажать деревья. Мы улучшаем экологию и делаем воздух чище. Особенно это очень хорошо скажется на сегодняшней обстановке экологической. Это действительно такая гражданская акция. То есть никаких там обязаловок, что-то. То есть все здесь присутствующие, они все пришли по доброй воле. То есть никакими административными ресурсами их никто не привлекал. Участниками этой акции стали студенты и волонтеры. Все они работали под контролем профессиональных лесников. Только через 7 лет эти сосны вырастут больше, чем на метр. Сегодня посадили 10 гектаров, но это лишь капля в море. Впереди работа непочатый край. Всего в Заволжье необходимо восстановить более 3000 гектаров лесов. Сделают это за 3 года. Уже приняли республиканскую программу. Пока же территория, где бушевали пожары, больше походит на пейзажи из фильма «Катастрофы». Зеленый лес здесь появится не скоро. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. В Чебоксарах в 2014 году начнут строительство планетария. Парк имени Николая превратится в большой комплекс, в котором будут и обсерватория, и кафе, и киноконцертный зал. Сегодня об этом рассказал главный архитектор Александр Шевлягин. Три гектара занимает парк имени Николаева. Часть этих площадей займет планетарий. Сейчас готовится проект и проводятся геологические изыскания. Будет сам планетарий, но он где-то занимает процентов 15. Все остальное будут занимать всевозможные кружковые помещения для школьников, для молодежи. Потом киноконцертный зал, который будет тоже работать на весь город. С какими-то там концертными программами, лекциями научными. Потом будет то кафе детское, которое стоит отдельно, оно будет перенесено в планетарий. Оно там будет организовано. Ну и плюс администрация сама будет определенные помещения там иметь, парка, который сейчас светится вот в таком очень плачевном здании. И многие помещения, которые будут работать на город. По словам главного архитектора, вся территория парка станет единым комплексом. Всевременные сооружения будут снесены. Запланировано строительство парковки. Зоопарк тоже получит новое помещение. Парк после реконструкции будет неразрывно связан с космосом. В стае планетарии будет еще и обсерватория. То есть детская обсерватория, где дети могут заниматься смотреть телескоп на звездное небо. Помимо того, что они будут наблюдать на медиаконструкциях, которые будут в куполе, то есть все звездные созвездия, другие объекты космоса, они будут наблюдать как, скажем так, в 3D-модели, так и вживую при помощи телескопа. На строительство планируют потратить порядка 800 миллионов рублей из разных источников. Проект еще зимой был согласован с Валентиной Терешковой. Александр Шевлягин предполагает, что первая в мире женщина-космонавт примет участие в создании комплекса. После того, как будет готов проект, в городе организуют общественное обсуждение. Только затем начнут строительство планетария. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня Министерство информполитики и образования Чуваши провели видеоурок. Школьников обучали работе с порталом госуслуг. На онлайн-конференции специалисты разъясняли ребятам, как работать с сайтом. Электронное правительство доступно для всех жителей республики. В Мининформполитике отмечают, что портал нужен не только для взрослых. Школьникам также необходимо знать о нем и уметь им пользоваться. Руководство учебных заведений также поддерживает идею компьютерной информатизации учеников. Компьютерная грамотность наших учащихся достаточно высокая. Они владеют практически всеми информационными технологиями, которые есть на сегодняшний день. Уровень информатизации гимназии такой, что позволяет развивать уровень наших детей в настоящем современном направлении. Есть как локальная сеть. У нас локальная сеть есть как проводная, так и Wi-Fi. Они выходят как в образовательных целях на различные образовательные порталы, так же и на порталы государственные. Смысл, конечно, есть такого урока, поскольку ребята должны все равно знать о тех ресурсах, дополнительных порталах. Специалисты утверждают, пользоваться порталом крайне просто. Для того, чтобы пройти регистрацию, запросить и получить код активации потребуется не больше пяти минут. В несколько кликов можно отправить заявки на получение загранпаспорта, оплатить штрафы в считанные минуты, отправить запрос в нужное ведомство и заказать большое количество электронных услуг. Можно зарегистрироваться на портале и получить код активации через Почту России и через Ростельком. Нажимаем кнопочку «Далее». Этот информационный для нашей страны сервис призван облегчить жизнь гражданам в случае получения документов в государственных учреждениях. Впрочем, для школьников на портале также есть услуги, которыми они могут воспользоваться в свои 15-17 лет. Вы уже скоро будете совсем взрослыми, вы можете и уже зарегистрировать свой автомобиль здесь и получить загранпаспорт, когда вам уже будет 18 лет. Получать государственные услуги через интернет, не теряя времени в очередях, легко и удобно. Ребята заинтересовались порталом. Многие не знали о его существовании и решили зарегистрироваться на нем. Я, может быть, помогу своим родителям зарегистрироваться в этих интернет-ослугах и помочь им, чтобы они не стояли в очередях. Если я, например, захочу в неучебное время заняться какой-нибудь деятельностью, работой, например, то я, может быть, зарегистрируюсь сам тоже. Мне очень понравилось, потому что я в первый раз узнала об этом сайте, если честно. И я действительно, наверное, помогу своим родителям зарегистрироваться на этом сайте. Я обязательно сама зарегистрируюсь, потому что это очень здорово сэкономить время на таких услугах, в которых приходится тратить очень большое время в очередях стоять. Например, все люди получают загранпаспорта, и очень долго это все процесс. А так можно намного сэкономить свое время и оставить его для учебы, для свободного времени. На сайте госуслуги.ру уже зарегистрировано 18 тысяч человек. Жители республики могут получить уже 69 региональных, государственных и муниципальных услуг в электронном виде, не выходя из дома. С проведением такого видеоурока, надеются организаторы, пользователей и обращений станет больше. Данифа Тагерова, Александр Петров, Республика. 27 мая выпускники школ начнут сдавать единый госэкзамен. Основной этап закончится 19 июня. С 8 по 15 июля пройдет дополнительный. В основной период ЕГЭ будут сдавать 8 367 участников, в том числе около 8 тысяч выпускников школ 2013 года, 127 выпускников колледжей и техникумов и 431 выпускник прошлых лет. В основной период ЕГЭ в республике будут действовать 42 пункта проведения экзамена. Для проверки планируется привлечь 514 экспертов, преподавателей вузов, колледжей, техникумов, школ Чувашской республики. Как и в предыдущие годы, больше всего выпускников собирают создавать общество знания – 63%. Историю почти 24, английский язык – 10% выпускников. При этом стабильно много выпускников выбирают физику, биологию и химию. В среднем по 25%. Рособорнадзор установил минимальное количество баллов по всем предметам, подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ среднего образования. Так, на экзамене по русскому языку необходимо набрать не менее 36 баллов. По математике – 24. Сегодня весь мир отмечает День Семьи. В отличие от нашего российского Дня Любви и Верности, появившегося в памяти святых Петре и Февроньи, международный праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Во все времена развития страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. Благополучие семьи – вот мерило развитие и прогрессы страны. К сожалению, количество разводов в России по-прежнему остается большим, а молодые люди все чаще отказываются связывать себя брачными узами. Восстановить авторитет семьи – задача государственной важности. Над ее решением работают и гражданские институты, и органы власти. Глава Чуваши Михаил Игнатьев, находящийся в деловой поездке в Китае, прислал поздравление с Международным Днем Семей, в котором отметил, укрепление семейных ценностей является одним из приоритетов политики в Чувашской Республике. Благодаря различным формам государственной поддержки получают возможность улучшить свои жилищные условия молодые семьи. Ежегодно усиливаются меры защиты материнства и детства. Семьям, в которых с 1 января 2012 года родился третий или последующий ребенок, выплачивается республиканский материнский капитал. С 1 января 2013 года введена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижениями возраста трех лет. Конец цитаты. В этот день особое поздравление семьям, прожившим вместе 50 лет и более, а таких в Чувашии немало. Клавдия Васильевна и Александр Алексеевич Маляковы из деревни Русская Сорма Аликовского района в январе этого года отметили 65-летие семейной жизни и ни разу за столько лет не пожалели о принятом решении. И говорит вот перед вами и перед нем, говорит перед Богом, Клава, я тебя люблю. Вот тысяча бы женщин было, я бы тебя выбрал. Правда ведь ты говорил. Ну как, чем я ведь? Да и Бог всем семьям такой любви и верности. Кстати, сегодня столичные депутаты определяли место для будущего памятника Петру и Февронии. Среди прочих рассматривались площадки рядом с часовней Рождества Христова на площади Республики и неподалеку от мужского монастыря. Разноцветные шары, народные песни, танцы, традиционный хлеб с солью. Так встречали гостей в закрытом акционерном обществе Промэнерго. Праздничный прием сотрудники предприятия устроили в честь своего 15-летия. С одной стороны, возраст совсем еще юный, а с другой вполне солидный. Генеральный директор Промэнерго рассказал, в чем секрет успеха. Я на этом с вами прощаюсь, а вас еще ждет блок рекламы. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Компания Промэнерго основана в 1998 году. Свою деятельность она начала с производства низковольтных и высоковольтных комплектных распределительных устройств. Распределительных шкафов до 10 тысяч вольт. Сегодня предприятие производит оборудование до 35 тысяч вольт и занимается проектированием, разработкой, изготовлением, монтажом объектов энергетики как для коммунального хозяйства, так и для металлургической нефтяной промышленности. То есть дает под ключ все, за что не возьмется. Мы выпускаем продукцию, которая по соотношению цена-качество практически является очень конкурентоспособным. То есть мы выпускаем очень хорошего качества продукции при низкой цене. Раньше, когда мы выходили на рынок, нас не знали, сейчас практически нас знает вся страна. Мы включены в список поставщиков межрегиональной сетевой компании МРСК по всей стране, федеральной сетевой компании поставляем. Также мы аккредитованы как поставщики в нефтяных компаниях, имеем лицензию на поставку оборудования для Росатома. Сейчас на предприятии трудится около 150 специалистов. Но когда-то руководители «Промэнерго» могли об этом только мечтать. Ведь начали работу в нелегкие 90-е всего три учредителя, создавшие «ЗАО «Промэнерго». За это время у нас хорошая производственная база, хорошая инженерная конструкторская база. Наши конструкторы работают на последних программных продуктах «Солидворкс» – объемное проектирование. По технологическому оборудованию мы имеем оборудование мирового класса. Все же, как отметил директор «Промэнерго», самая главная ценность для них – это люди, которые здесь работают. О текучке кадров «Промэнерго» просто не знают. Коллектив стабильный. Основной управленческий костяк за 15 лет практически не изменился. При этом в компании активно работают с молодыми кадрами еще со студенческой скамьи. И готовы помочь молодежи обучить необходимым навыкам. На этот раз такой приятный повод, как 15-летие, собрал не только сотрудников «Промэнерго», но и друзей, партнеров, коллег и заказчиков компании в одном зале. Среди поздравляющих успешное предприятие и представители Министерств Республики и городская администрация. Вы держите планку, планку производства, планку технологии, планку получения сертификатов международного качества. Для вас это необходимо, чтобы выжить в конкурентной борьбе. Я хочу от имени главы города Чебоксара, Черкеса, Валентина Ильича, от администрации города и администрации района поздравить вас с 15-летием. На самом деле это великий праздник. Из трех человек и когда-то молодых бойцов, но и сегодня, безусловно, вы выросли до 150, и вы держитесь в иноплавом. Я надеюсь, что ваши заказчики, они дают вам жизнь. Будьте удовлетворены, ваши руки создают все то, что обеспечивает безопасность сегодняшних энергобетов страны. Поздравляем вас, желаем вас всех творческих успехов. Компании «Промэнерго» действительно есть чем гордиться. Она находится на восьмом месте среди предприятий аналогичного профиля по всей России. В рейтинге принимали участие более 4000 компаний. А генеральному директору Анатолию Иванову в этом году за достигнутые высокие показатели присвоили звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской республики». Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Физиотерапия с каждым годом приобретает все большую популярность. Одним из ведущих предприятий в области производства портативной медицинской техники является Елатомский приборный завод. Его приборы можно использовать и в домашних условиях. Среди них тепловые приборы, такие как «Фея» и «Теплон», которые можно использовать детям, а также магнитно-терапевтические, самые популярные из которых «Алмак-01». «Алмак-01» – это тот прибор, который вот уже 12 лет широко применяется не только в больницах очень многих. Это и физиокабинеты, это и различные пансионаты, санатории и так далее, где люди принимают процедуры. А потом они приходят к нам на выставку для того, чтобы такой прибор иметь дома, потому что это очень удобно, это эффективно. Воздействует он импульсным бегущим магнитным полем, которое помогает, глубоко проникая в ткани, снять отечность, воспаление, боль, ускорить процесс выздоровления, улучшения состояния тканей. Показания к применению – общеизвестные и широко распространенные заболевания, такие как остеохондроз позвоночника. Также можно лечить артриты, артрозы, бурситы, склероз сосудов нижней конечности, заболевания внутренних органов, зудящие дерматозы, бронхолегочные заболевания и много-многое другое. В отличие от Алмага-01, у которого широчайший спектр действия, прибор Мавит носит узкоспециальный характер. Сразу тремя факторами воздействует этот аппарат. Показания у этого прибора – хронический простатит, аденома предстательной железы 1-2 степени и эректильная дисфункция. Приобретайте аппараты «Алмаг», «Мавит», «Фея» по заводской цене с 14 по 17 мая в аптеке «Будь здоров» по адресу Проспект Ленина, 57, в сети «Аптек Добрый аптекарь», а также в магазине «Медтехника» по адресу «Ильбекова-3». Субтитры подогнал «Симон»